Хотелось бы напомнить один хадис из сиры пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, провожал свою супругу Софию, и тогда сахабы увидели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на что он подошел к ним и сказал, «Хадзи из-зауджит, это моя супруга!» На что сахабы удивились и сказали, «Вафика я, Расулуллах, в тебе бы мы сомневались, о посланник Аллаха, на что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна шайтан яджри бимаджри дамит». Поистине шайтан передвигается по крови человека, то есть всегда делает его связь, всегда делает, нашептывает шайтан рабу Аллаха, субхану ате али. С чем я хотел связать этот хадис? Вчера, когда мы тоже как бы лекцию делали, выходили в эфир, наступило время Магриба, и вот даже сейчас вот я подниму правая рука у меня, но кажется, когда ты на себя поворачиваешь, когда вот те, кто умеет снимать себя, то есть кто себя снимает, вот это селфи, понимаешь, что когда правую руку поднимаешь, как будто левая кажется, то есть зеркальное отражение отдается на видео. И всегда даже я на правой руке часы ношу. И я сделал лифтар, правой рукой феникс ел и воду выпил. И потом, как бы там это все распространилось, один брат другому брату пишет, говорит, аль-хамдулля, лекция хорошая, познавательная, но только мы вот все как бы разочаровались, почему он левой рукой кушает? Там тот ему брат говорит, да нет, он, говорит, правой кушает, говорит, да нет, я и так, и так посмотрел, говорит, левый, говорит, делает ифтар. В хадисе, достоверном хадисе от сахи муслима, как раз, аль-хамдулля, знаете, Аллах в Коране, говорит, асанта акраву шейр вагу хайру лакум, что-то вам не нравится, это лучше для вас. Как раз этот, аль-хамдулля, брат, видно, что он переживает и хочет сделать мне насыха, чтобы кушать правой, но я говорю, субханалла, брат мой, передай ему, я, аль-хамдулля, как бы правой рукой всегда кушаю и пью, как бы, потом сам посмотрел на видео, показалось так, что как будто левая рука. Именно это зеркальное отражение, когда себя снимаешь, когда на себя камеру направляешь, это все как бы зеркально показывается. И как раз, аль-хамдулля, я говорю, что вот он способствовал, чтобы нам напомнить этот хадис по поводу еды, чтобы кушать и пить правой рукой. От ровах муслим, имам муслим приводит хадис, то что посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, пришел один из сахабов и кушал левой рукой. Тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, кульби яминик, кушай правой. На что сказал, я расулла инди, ля астатыа, о посланник Аллаха, я не могу. На что пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, ма мана ака илля кибр. Тебе не запретило ничто иное, кроме как твоего высокомерия. Поэтому, альхамдуллах, то есть, вот это вот нам брат напомнил, чтобы мы вспомнили сейчас этот хадис, что мусульманин, он должен кушать и пить правой рукой. То есть, иногда задается вопрос, а как, вот, например, если передо мной, например, я кушаю что-то, ложкой суп, а хлеб как держать? Берешь правой рукой, кушаешь, кладешь ложку, берешь хлеб и кушаешь. Или можешь ты держать хлеб левой рукой, но потом, когда ты хочешь съесть, берешь правой рукой. Также можно помогать левой рукой. Например, ты берешь, например, что-то горячее, например, да, там стакан горячий, ты можешь поддерживать левой, но пить правой. Это основа, что именно правой рукой.